Очередной сход граждан прошел в Ходзенском сельском поселении. Чтобы аульчане могли из первых уст узнать о социально-экономической ситуации в районе, получить ответы на интересующие их вопросы, из райцентра прибыла многочисленная делегация, в составе которой были глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, заместители главы, а также руководители и специалисты отделов администрации и других организаций. В своем подробном отчете глава сельского поселения озвучил проделанную работу органов местного самоуправления за 2023 год. Его презентация также обозначала вопросы, связанные с благоустройством территории, проведением культурных мероприятий и другими аспектами развития. Для исполнения всех полномочий утверден бюджет поселения. Налоговые и неналоговые доходы составляют 5 миллионов 325 тысяч рублей. Бюджет дотационный. Дотация республики и района составляет 4 миллиона рублей. В этом году администрация оказана материальной помощи населению в размере 145 тысяч рублей. Регулярно специалистами администрации проводятся объезды территории сельского поселения с целью выявления свалочных очагов, исполнения правил благоустройства сонтарного содержания прилегающих территорий ко двору. В ходе мероприятия с гражданами проводятся беседы, разрешиваются правила благоустройства территории. В рамках нормотворческой деятельности по итогам работы 23 года проведено 6 заседаний Совета народных депутатов, принято 23 постановления, 34 распоряжения по основной деятельности. На сегодняшний день в Ходзинское сельское поселение входит АУ «Ходз», где проживает 2739 человек. В последние годы в инфраструктуре территории произошли положительные изменения. Проводена большая работа, еще предстоит сделать очень многое. Демографическая ситуация в поселении на 23 год. Смертность превышает рождаемость. Число родившихся на сегодняшний день – это 18 детей, а число умерших – 26. Самой перспективной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. Его жители располагают 3 800 гектар сельхозугодий. Из них это 2764 – это земли пайщиков, которые обрабатываются 15-ми арендаторами, специализуются в основном на растеневодстве. На территории поселения активно работают все бюджетные организации – детские сады, школа, врачебная амбулатория, отделение почтовой связи, Сбербанк, МФЦ, обеспечивая всех жителей нашего поселения необходимыми доступными услугами для обеспечения жизнедеятельности. В этом направлении в предыдущем году была проведена огромная работа. В 2023-х годах мы не попали в программу по благоустройству. Благодаря реализации национального проекта «Культура» у нас в ауле создана библиотека по модельному стандарту. В районе эта третья библиотека состоялось террористное открытие. На площади 100 квадратных метров удалось создать комфортное пространство с современным оборудованием и мебелью, значительно обновленным книжным фондом. На втором этаже библиотека-музейный отдел Умара Тхабисимова. Для удобства старшего поколения Сбербанк перемещаем со второго этажа на первый этаж, рядом с почтой. Постоянно обновляются дорожные разметки, что значительно улучшает транспортную инструктуру. Согласно проекту организации дорожного движения, Возле школы двух детских садиков в почве администрации на перекрестках в свое время осуществляется замена поврежденных дорожных знаков. Весной проводился месячник чистоты для наведения порядка на территории поселения. В субботниках по наведению санитарного порядка, содержанию и наведению порядка на кладбище, приняли участие сотрудники администрации школ, детского сада, социальной защиты, работники предприятий и молодежи. Огромную им всем благодарность. Ведутся электромонтажные работы по уличному освещению. За уличное освещение оплачено на 1 ноября на сумму 280 тысяч рублей и за ремонт уличного освещения 153 тысячи рублей. Большое внимание уделяется и подрастающему поколению, и их интеллектуальной и физической подготовке. В поселении работают три секции – бокс, дзюдо и футбол. Есть специальное сооружение как для мини, так и для большого футбола. За счетный период наши спортсмены показывают очень хорошие результаты. Участвуют в разных соревнованиях. В ДК «Авлахоц» действует детско-юрский коллектив кавказских танцев «АСА». Принимают участие во многих конкурсах и фестивалях. Еще коллектив «За сердца Кавказа». Перспектива развития аула на 2024 год. Планируется благоустройство возле памятника погибших в Великой Отечественной войне, ремонт местных дорог, продолжить работу, направленную на увеличение налогов в поступлении. Все это планируем при поддержке руководства региона и районной власти. Хондское сельское поселение продолжит принимать активное участие в федеральных и региональных программах, которые значительно улучшат внешний облик территории поселения. Задач по благоустройству и развитию поселения немало. Их возможно решить только совместными усилиями. И в заключение хотелось бы поблагодарить главу Республики Адыгея Кумбилова Мурата Коробьевича, районную администрацию, лично главу Камирзова Завурова Скорбьевича, за улучшение качества жизни наших жителей, наших руководителей предприятий, организаций, депутатов, руководителей предприятий торговли, за оказанную посильную помощь аулу и администрации поселения в работе. Чущество занимается администрация поселения и всех предприятий и учреждений, расположенных на нашей территории. Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие поселения, и всем нам станет жить лучше и комфортнее. Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого, светлого неба над головой. Текущую криминогенную обстановку в поселении представил участковый полномоченный полиции. С начала 2023 года на обслуживанной ее участке оперативная обстановка остается стабильной. Всего на территории хозыского поселения за отчетный период совершено 9 преступлений, из которых все преступления были раскрыты. С учетом складывающей оперативной обстановки и ее стабилизации, на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с подчетным контингентом, который на обслуживаемом участке проживает ранее судимых 5 человек, условно осуженных 3 лиц, страдающих психическим заболеванием и делами. За отчетный период на территории хозыского поселения выведено 20 административных правонарушений. Было зарегистрировано и рассмотрено 49 обращений граждан, которые были зарегистрированы в книгу учета сообщений о преступлениях, которые были рассмотрены в установленные сроки, и по каждому из них было принято процессуальное решение. С учетом складывающейся оперативной обстановки в соседних регионах хотелось бы обратиться к вам с просьбой сообщать информацию о лицах, прибывших на территории хозыского сельского поселения для проживания, особенно иностранных граждан и лиц без гражданства. В рамках схода также выступили и Финди Аула Скорби Бричева и председатель общественного движения Адыгахаса Амин Непшикуев, которые затронули вопросы, требующие совместного решения со стороны всех жителей. Это благоустройство кладбищ, проведение свадебных торжеств, воспитание подрастающего поколения в духе Адыгахамза. Дети и подростки являются будущими нашего аула и народа, поэтому важно воспитывать их таким образом, чтобы они ценили и уважали свою историю, культуру и традиции, отметили докладчики. Работу конференции обобщил и подвел итоги глава района Заур Хамирзов, который подчеркнул, что власти всегда открыты для диалога с населением. Он также призвал жителей активно участвовать в решении общих задач и проявлять инициативность в этом процессе.